Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Алексей Кузьмичев и в этом видеоуроке мы с вами будем обрабатывать вот эту фотографию, а именно добиваться красивого бронзового оттенка кожи при помощи фотошопа. Перед тем, как мы начнем, хочу порекомендовать вам свой бесплатный видеокурс «Шикарная ретушь за 5 простых шагов». Если вы интересуетесь ретушью фотографией, то этот курс специально для вас. В нем я рассказываю, как профессионально шаг за шагом отретушировать фотографию от самого начала и до конца. Скачать данный курс вы можете совершенно бесплатно, щелкнув по ссылочке в данном видео. Ну что ж, а теперь приступим. Открываем нашу фотографию, с которой будем работать и в первую очередь загружаем ее в Camera Raw. Здесь нам необходимо немножко подкорректировать кое-какие параметры. В данном случае у меня фотография немножко пересвечена, поэтому я понижаю немного экспозицию примерно на минус 0,3 или даже 0,4 и повышаю чуть-чуть контраст. Где-нибудь до значения 15-20 процентов, так чтобы кожа у нас стала чуть-чуть более насыщенной. Также нам необходимо вытащить детали из теней, поэтому перетаскиваем ползунок теней вправо до того момента, пока у нас все детали по максимуму не проявятся. И также немножко опустим белые, чтобы сделать фотографию помягче. Вот таким образом. И также чуть-чуть опустим ползунок света. Вот таким образом оставляем и теперь загружаем наш снимок в Photoshop. Нажимаем открыть изображение и переходим уже в Photoshop. Так. Первое, что нам с вами необходимо сделать, это разгладить кожу. Сделать вы это можете как вам удобнее. Вы можете использовать плагин портретуры, либо воспользоваться моим комплектом экшенов. В данном случае кожа у модели у нас довольно ровная, поэтому сильно разглаживать ее не нужно. Достаточно будет использовать плагин портретуры. Так. Переходим к портретуру. Чуть-чуть увеличим. Выбираем при помощи пипеточки пробу кожи. И теперь настраиваем параметры. Параметр Threshold. Ставим где-нибудь на значение 30. И смотрим, все ли дефекты у нас скрылись с лица. Да, кожа выглядит вполне неплохо. Этого будет достаточно. Поэтому нажимаем здесь на кнопочку ОК. Так. И продолжаем работу. Посмотрим, что у нас изменилось до и после. Как вы видите, кожа стала помягче. Так. Следующим шагом мы делаем дубликат нашего слоя. Нажимаем комбинацию Ctrl J на клавиатуре. И меняем режим наложения этого слоя на мягкий свет. Чтобы сделать кожу более вот такой вот золотистой, чтобы избавиться от такого сильного контраста мы немножко понизим прозрачность. В данном случае где-то до 50%. Примерно так. Смотрим до и после. Как вы видите. Следующим шагом добавим небольшой загар. Для этого будем использовать корректирующий слой черно-белое. Выбираем его здесь. Ставим галочку напротив пункта оттенок. И закрываем данный корректирующий слой. Прозрачность этого слоя ставим где-нибудь 30%. И заливаем маску этого слоя черным цветом. Выбираем на палитре черный цвет и нажимаем комбинацию Alt-Del. Теперь проходимся при помощи белой кисточки по коже. Вот таким вот образом. Вот. Аккуратно не залазим на одежду. Стараемся работать только с кожей. Таким вот образом. Переходим теперь на лицо. Также здесь все прорабатываем. И последняя у нас это рука. Также ее аккуратненько закрашиваем. И переходим на следующий этап. Далее мы с вами создаем дубликат наших слоев. Поэтому нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E на клавиатуре. Обесцвечиваем фотографию. Для этого нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-U. Либо это делаем через пункт изображения Коррекция Обесцветить. Как вам удобнее. Так. Режим наложения здесь ставим на умножение. И понижаем прозрачность примерно до 15. Вот таким вот образом, чтобы кожа у нас приобрела вот такой вот красивый кофейный оттенок. также добавляем маску и также прорабатываем только кожу. Заливаем сначала маску черным цветом и теперь уже проходимся только по коже. При помощи белой кисточки вот таким вот образом. так же не залазим на одежду работаем только с кожей. Таким вот образом до и после как вы видите и теперь переходим к Dodge & Burn чтобы прорисовать блики и тени создаем новый пустой слой и заливаем его 50% серым цветом. Редактировать выполнить заливку использовать 50% серого. Нажимаем здесь ОК. Режим наложения для слоя ставим мягкий свет и теперь при помощи инструментов осветлитель и затемнитель будем работать со светотеневым рисунком. Выбираем сначала инструмент затемнитель экспонирование поставим где-нибудь 15% диапазон тени и поставим галочку защитить тона. Начинаем здесь работать с тенями вот таким вот образом добавляем добавляя объем на нашу фотографию. Следим за результатом что у нас изменяется сразу же. Переходим дальше прорабатываем живот девушки теперь руки мелким диаметром прорабатываем пальцы и тени на ладони также слегка увеличиваем фотографию и проработаем лицо модели. Добавляем тени на переносицу таким образом проработаем носогубную складку добавим объем губам и пройдемся по контуру головы чтобы также добавить дополнительный объем сюда. Также сделаем несколько мазочков по бровям и по ресницам чтобы усилить контраст на них. Вот таким образом. Посмотрим что у нас изменилось до и после как вы видите также давайте еще вот здесь посильнее добавим тени и теперь можно переходить к осветлению. Выбираем инструмент осветлитель и будем прорисовывать блики. экспонирование поставим где-нибудь также 15%. Также стоит галочка защитить тона диапазон подсветка. Начинаем работу с бликами. Добавляем блики сюда на ноги. Прорабатываем их вот таким образом. Теперь прорабатываем живот Дальше прорабатываем лицо осветляем глаза пройдемся по контуру губ и мелкой кисточкой проработаем блики на пальцах и на ладони. Посмотрим что у нас получилось до и после как вы видите теперь также нам необходимо проработать одежду здесь будем использовать сначала также затемнитель экспонирование в данном случае можно поставить побольше примерно 35% и начнем прорабатывать свитер так добавляем тени на складки вот вот таким вот образом теперь переходим сюда также прорабатываем здесь тени так же работаем с шортами следим за результатом что у нас меняется до и после как вы видите и также теперь берем инструмент осветлитель экспонирование также ставим где-нибудь 30% начинаем прорабатывать блики на одежде вот таким вот образом высветляем здесь нужные нам области так ну и так я думаю можно оставить давайте посмотрим издалека что у нас получилось до и после как вы видите если необходимо можно понизить прозрачность этого слоя если кажется эффект слишком сильным да ну я поставлю где-нибудь 90% и идем дальше следующим шагом добавляем сюда корректирующий слой яркость контрастность и усиливаем контраст примерно до 15 вот таким вот образом смотрим до и после чтобы сделать оттенок кожи еще более насыщенным и теперь переходим к небольшой тонировочке создаем корректирующий слой выборочная коррекция цвета переходим здесь в нейтральный канал и перетаскиваем вот таким вот образом ползуночки голубой ставим где-нибудь на плюс 9 пурпурный где-нибудь на плюс 5 желтый тащим влево и ползуночек черного перетаскиваем вправо где-нибудь до плюс 7 ползуночки получить такую вот легкую тонировочку и кожа и кожа стала еще более загорелой вот таким образом закрываем данный корректирующий слой теперь можно создать еще корректирующий слой кривые и выгнем кривую вот таким вот образом сместим чуть-чуть точку черного вверх чтобы сделать наши тени помягче и точку белого также опустим слегка чтобы вся наша картинка смотрелась помягче вот таким образом теперь создаем объединенную копию наших слоев shift control alt нажимаем и переходим в пункт фильтр усиление резкости контурная резкость усиливаем резкость на фотографии в данном случае мне подойдет эффект 150 радиус 3 вы уже выбираете настройки под свою фотографию вводите их здесь и нажимаете кнопочку ok ну что ж вот так вот выглядит наш финальный результат давайте я объединю все слои в отдельную группу выбираем их все нажимаем комбинацию ctrl g и посмотрим чего мы с вами добились в процессе данного видео урока и так вот фотография с которой мы начинали работу и вот что у нас получилось в процессе обработки данного изображения я надеюсь из данного видео урока вы узнали что-то новое и он будет вам полезен с вами был Алексей Кузьмичев и до встречи в следующих видео уроках «Свистер» и поделитесь «Свистер» и поделитесь